Ну и теперь давайте пройдемся по новинкам На самом деле я заказывала больше, но решили почему-то часть не присылать Не знаю почему, то ли не закончилось, то ли еще что-то Давайте вам покажу, что здесь есть Из новинок я взяла декоглазурь черного цвета Мы сейчас будем с вами ее тестировать на чеборде Аквачернила бирюзовая, это тоже их новиночка Она, по-моему, еще в том году была, но вот я только смогла дойти и купить Взяла только одну баночку Малевые капли дотсы, очень красивые небесные и розовые мечты Они прям так подходят друг к другу И последнее это стеклянные капли с глиттером, называется ледяная лазурь Давайте я вам начну с моего дикого разочарования Это именно стеклянные капли Почему же я разочаровалась? Потому что они сделаны в ноябре 2015 года А если вы знаете, сейчас уже март 2017 года И у них сургодности всего 2 года Следовательно, я не успею допользовать эту всю огромную баночку За последние полгода, которые остались Это первое И второе, так как они уже не свежие Поэтому уже чувствуется текстура совсем другая Но продавец сказал, что можно немного разбавить водичкой Что я и сделаю, ну а пока я вам покажу, как они себя сейчас ведут За несколько часов до видео я уже попробовала все дотики, чтобы вам было что показать Первое черное это дека глазурь Я решила показать, что сделать, если попробовать сделать из них дотсы Ничего, они для этого не предназначены Глазурь предназначена для того, чтобы покрывать ею что-то Поэтому будем сейчас с вами покрывать чеборд Так, если вы видите, очень красиво переливается, конечно Второе это у нас розовые мечты Как вы видите, цвет у нас стал такой темно-розовый Хотя в баночке он очень красивый Такой нежный пастельный розовый А когда он высыхает, то становится совсем другой Хоть все говорится, что он сделал в сентябре 2016 года И он должен быть очень свеженьким Но если вы видите по вот этим дотикам То понятно, что он уже не такой жидкий А он начинает загустевать Если вы видите, то здесь есть пики Вот вам так покажу Когда пики есть, это значит, что он уже густой И из него уже не получатся нормальные капельки Но потом, видите, он вроде как начинает-начинает И уже более-менее Например, вот здесь он уже похож на такую капельку На хороший дотик Его, кстати, тоже мне придется разбавлять И последний Это вот этот, который красивый, такой блестючий Цвет, конечно, очень классный Мне нравится Но опять же, это получается у нас не эмалевые, а капельки, да А какие-то бугорки Вот, поэтому я его буду разбавлять Сейчас давайте я вам покажу, как выглядит аквачернило Аквачернило можно носить спонжем, кистью Или просто так из тюбика Вот он очень такой яркий, насыщенный цвет И даже немножко поблескивает после высыхания Очень жидкий, надо быть осторожным Давайте я вам просто покапаю и покажу, как вот он выглядит Цвет очень красивый, бирюзовый И когда вот он высыхает, есть такой очень легкий-легкий шиммер Я вот вчера уже пробовала, тестировала его, не знаю, будет ли на камеру видно Но прям вот очень такие маленькие-маленькие частички сверкающие Очень красиво смотрится, мне понравилось Сохнет тоже достаточно быстро Теперь давайте покроем вот эту красивую ведьмочку декоглазурью черным И посмотрим, как у нас все это получится Декоглазурь также можно носить кисточкой или прямо из тюбика Все, я нанесла, теперь пусть высыхает Мы пока покажу вам все остальные продукты Также не смогла пройти мимо этих спреев Чем они интересны? Это тем, что это не обычные спреи А спреи меловые То есть у них будет такой очень красивый финиш Я взяла, конечно же, голубой шебби Белый мел и розовый шебби Посмотрим, на самом деле, ли такой у них цвет при высыхании Как вот видно в бутылочках Они у нас все свежие Это у нас все январь и февраль 2017 года Сначала надо хорошо взболтать, чтобы перемешать Взяла вот такой синий картон, чтобы было лучше видно Попробуем белый мел Розовый шебби Голубой шебби На синим картоне, конечно, вообще так посмотреть разницы не видно Как будто я все побрызгала белым Но на самом деле нет Здесь у нас белый, это розовый, а это голубой На самом деле выглядит, как будто это побрызгала я мелом То есть такой очень красивый цвет получился Я вот здесь промокнула И вот на промокашке видно, да, то, что у нас такой красивый розовый Здесь у нас голубой Из этого могу сделать вывод, что вот этими спреями на темной бумаге Можно даже не работать, так как не видна будет разница между цветами Так как реально это просто вот один обычный цвет Я не знаю, может быть, камера как-то вам покажет Но мне кажется, что нет Давайте попробуем сейчас на белой бумаге Белым я, конечно же, на белой не буду пробовать Так как, понятное дело, ничего не будет видно Попробуем с вами розовый и голубой Очень красивый бледно-розовый цвет Очень классно смотрится И бледно-голубой Шебе стиля самое то Ну и также для детских работ Давайте пока этот листочек оставим Я в конце видео покажу, как это все будет выглядеть И успеет ли все это высохнуть Субтитры сделал DimaTorzok